Анастасия Керакеш Нашего канала поговорили со многими мигрантами на венгерско-сербской границе. Они рассказали о том, что хотят попасть в Германию и признались, что уже несколько раз пытались перейти границу, но их каждый раз возвращали назад. В возрастной категории старше 60 лет еще 400 тысяч человек не получили прививку, заявил вирусолог нашему каналу. Миклор Шушуай добавил, свежие данные более-менее схожи с прошлогодними. В то же время среди больных, которые лечатся в больницах, очень мало вакцинированных. По мнению специалиста, это лишний раз доказывает, что у людей, которые успели привиться, намного меньше шансов заболеть. И симптомы у них тоже легче. В районе Пештежебет была построена новая реформатская церковь. На церемонии открытия премьер-министр отметил, венгры могут сохраниться только как христиане. И каждая новая церковь – это новая башня в борьбе за свободу и величие нации. Виктор Орбан отметил, западная Европа сдала свое культурное и духовное наследие и попросту выбросила на помойку свое будущее. Премьер подчеркнул, венгры уже тысячу лет не перестают строить свои церкви. «История учит нас, что венгры могут сохраниться только как христиане. Наша страна хоть и существует в определенных границах, наша душа безгранична. Мы не просто нация, строящая свои церкви. Нам необходимо быть такой нацией, чтобы сохраниться на этой земле», – заявил Виктор Орбан. «У семьи нет альтернативы», – заявила министр по делам семьи в своем радиоинтервью. Оценивая результаты недавнего Будапештского демографического саммита, Каталина Увак отметила. Все были согласны в том, что решением демографических проблем является не массовая миграция, а поддержка семей. Она также сообщила, представители восьми стран-членов Евросоюза договорились о том, что будут совместно выступать за такие решения, в центре которых стоит семья. И это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова